Всем привет, друзья! Вы на канале Iron King, я Юл Горис Ломбеков, и сегодня у нас в гостях Гульнора Амишоева. Гульнора, добрый вечер. Добрый вечер. Сразу же вопрос. Последнее событие связано со спортом, которое вас раздражает или же вам очень понравилось? Мне не то, что раздражает, и не то, что не нравится, а мне как-то обидно, что ли. Обидно? За кого? За наших футболистов, которые уходят в другие клубы. Что-то какая-то странная тенденция в последнее время. Хотя вот мы недавно публиковали интервью президента Федерации футбола, Устами Мали, который говорил об успехах, говорил, что футбол развивается и будет все хорошо. Возьмем Европу, да? Там есть такие большие клубы, где платят очень хорошие деньги. Однако у них тоже как бы футболисты, которых покупают. Есть футболисты, которые идут в другие клубы и играют. То есть это нормально, то, что наши футболисты развиваются и их начинают покупать в другие страны. Или вы так не думаете? Если бы это было вот именно так, как вы говорите, наверное, бы наша сборная так много не проигрывала. Мы сейчас говорим о сборной? Нет, мы говорим об футболистах, которые как и в клубе, так и в сборной. Они же принимают участие в сборной, правильно? Когда нужно. Да, согласен. То есть вот это причина того, что у вас немного такой вот ненависть ко всему спорту? Нет, у меня нет ненависти. Я прошу вас понять меня правильно. Я к спорту отношусь очень даже хорошо и готова пропагандировать здоровый образ жизни, занятия спортом, потому что я считаю, что это очень важный элемент жизни. Просто я не занимаюсь спортом. Это разные вещи. У вас есть дети? Есть. Сколько? Двое. Мальчики, мальчики. Занимаются спортом? Старший, ну, он как занимается, как многие сейчас молодые люди, куда-то там в зал ходят, что-то там делают, я не знаю. Младший меня ходит на легкую атлетику. Допустим, ваш сын, пусть будет в легкой атлетике, да, добился чего-то, скажем, но на Олимпиаде делал первое место, его весь город встречаем. Вы бы гордились этим? Ну, конечно, ну как же. Любые родители гордятся успехом своих детей. Кстати, вот как-то я была на вот этих боях без правил, первые, которые у нас проводились, международные. Было очень много зарубежных спортсменов, и украинский был какой-то боец, такой щупренький, да, но такой... Шустренький. Шустренький, да, я не помню, как его зовут, но почему я его запомнила, он был с мамой. А мама... Мама тренера. Мама его была, они же не тренера, как называются. То есть она вокруг линга, поддерживала, это скандартно. Вот. Она еще была в такой длинной юбке, украинской, национальной, с шалью такой, он выиграл бой. И она вышла, так ему руку поднимает, он потом пал в колени ей, поцеловал юбку ее. И вот я думаю, это же надо быть такой вот железной мамой, да, чтобы видеть, как твоего ребенка в морду бьют до крови. То есть у вас сейчас ассоциация со спортом идет как мордобой, нет? Нет, это только про бои. Четвертого мая, насколько я помню, было награждение. Третьего. Третьего. А, вас наградили? Нет, уже все награды, которые... Законтик. Да, я уже получила в свое время. В вашей карьере самое худшее интервью, которое вы у кого-то брали, неудачное? Нет, не было у меня такого, чтобы я боялась, или что-то не получалось. Иногда бывают технические какие-то неувязочки. В плане? В плане. В графон выключился. Да, батарейка кончила. Да, вот, у меня было такое интервью, сейчас скажу, с кем. С очень важным человеком, чтобы вы его забыли. Ну, он у меня погас. Миктофон. Ну, человека вы помните? Да, я сейчас помню. Ну, просто, понимаете, я сейчас не такой уж практикующий журналист. Я в основном сейчас менеджер. Руковожу работой. А практическая моя журналистская деятельность, можно так сказать, закончилась 7 лет назад. Я очень много, как бы, искал информацию о вас, да, как бы, чтобы было чуть-чуть интереснее пообщаться с вами. Ну, кроме спорта, да. Вот первое ваше интервью, которое, допустим, я вот читал, я от них просто в восторге. И вот куда вот делать вот эта вот сильная вот такая вот боевая вот харизма журналиста, которого, ну, сейчас я не вижу, но не журналист, который был вот революционер. Ну, знаете ли, вот это присущее хорошему журналисту терзость, да, вот такая вот, как вы говорите, характер революционера или еще что-то, он, может быть, бывает по молодости. Потому что любой человек и даже журналист с годами мудреет. Мудрость приходит, ну, у кого-то раньше, у кого-то позже. И начинаешь понимать, что не все зависит от тебя одного. То есть есть какие-то обстоятельства, есть какие-то ситуации, тенденции и в обществе, и в жизни, и в государстве, и даже на планете, которые, ну, не только вот вокруг тебя, да, двигаются. То есть нужно где-то унять норов, где-то принять как должное что-то, да, где-то смириться, где-то успокоиться. Окей. Цитирую. Задают вам вопрос. Это не мой вопрос. Я просто буду читать. Как вы себя позиционируете? Про кремлевское или про российское? На что вы отвечаете? Никак, я свободная и независимая. И всегда так будет. У меня характер такой, ничего уж не поделать. Так и есть. Это ваше слово? Да, так и есть, конечно. Ну, вы только что говорите, что... И слава богу, что я до сих пор, и надеюсь, так и будет дальше, что я до сих пор буду свободной и независимой. Сейчас я не завишу ни от кого. Другое дело, что мне никто не может навязать какую-то точку зрения, да, или чтобы я делала так, как хотят там, или там, или там, да, не могут. Тут речь идет о зависимости ни от кого-то. Тут идет речь о том, что вы говорите. Молодость, я была, эмоции, все такое, а сейчас я успокоился. Вот об этом идет речь. Да, но другое дело, что тогда я на пролом шла и ее искала, добивалась, а сейчас я понимаю, что... Это никому не нужно. Нет, нет. Что не всегда получится так, как ты хочешь, да. То есть есть моменты, где ты бессильна просто. А у меня, знаете, какое ощущение, что вы добились всего и решили оставить это кому-то другому, но тот другой никак не может взять, взяться за дело и идти по той же дороге. Я не сторонник кого-то обучать, это, знаете, неблагодарное дело, поэтому каждый пусть идет своим путем. Вот если у меня был наставник, моя мама... Вы считаете, что это неблагодарное дело? То есть у вас еще был наставник? Да, сейчас это неблагодарное дело. Через мою редакцию прошли куча практикантов, каких-то моих сотрудников, которые уходили, приходили, да. И отдаешь им столько сил, обучаешь, вот все, что знаешь, говоришь. Двух молодых журналистов, которых вы можете сказать, что действительно они делают свое дело хорошо? Я могу назвать своих коллег в этом плане. Мехрангес Турсунзе, да, она вот работает... Неважно, в телевидении, радио, газете. В газете Азия Плюс, очень грамотная девушка и профессионал своего дела. И есть еще девочки, которые, к сожалению, покинули страну, вот, и из-за такого максимализма, да. Лучший ТВ в вашей карьере? То есть, твой самый хороший ТВ, от которого вы действительно сказали, что, блин, вот это было мощно. Было очень интересное, такое душевное, классное интервью с Далером Назаровым. Какой интересный человек, мудрый, умудренный жизненным опытом. И когда он говорил такие вещи философские, что мне вот близко, по душе, я тоже вот в последнее время впадаю в нее, старею, наверное. И вот он говорил, что все в этой жизни тщетно, все проходит после вас, что может остаться только память о вас, а на самом деле вы уйдете и... Насколько я знаю, вы любите психологию, да? Да, улькаюсь немножко. Вы не замечали, нигде вам попадалось такие вот фразы, как мы душевно не стареем, мы остаемся, застреваем где-то в молодости, но с виду мы кажемся старше и старше. То есть, когда человеку 50, он может вести себя как молодой парень, это не из-за того, что он это... он неосознанно это иногда получается, потому что он так неосознанно. Встречала, конечно, так много об этом говорят, но это все зависит от характера человека, не все же такие зажигалочки по жизни. Есть экстраверты, есть интроверты. Хорошо. А есть смешанные. Буквально чуть-чуть поговорим о печерке, то есть это ваша... ваш труд, да? Ну, это труд, да. Опять же, в интервью, когда у вас спросили о том, что откуда у вас деньги на печерку, вы... Ну, блин, я просто кайфую от того, как вы отвечаете на вопросы, вот, и вы сказали, что средства половины это мое, половина это мои друзья, которые безвоскратно мне помогли. Да. Это очень редко сейчас. Наверное, вы... Ну, немного друзей. Немного из-за этого, наверное, да? Да. То есть сейчас вы не жалеете об этом, что вы открыли свое дело и газеты... Нет, конечно. Все нормально. Да, все нормально. А вы не думаете, что вот бумажные вот эти... Я сейчас просто утрирую, может, да? Бумажные вот эти... Как ни крути, это платформа для рекламы. Я ошибаюсь? Платформа для информации и для рекламы, чтобы... Да. Да? Одна из платформ. Да. Вы не думаете, что это постепенно-постепенно затухает, а появляются другие... Есть, конечно, такое, да. Тогда не было боязни, да, что вы открыли свое дело и можете покорить на это? Нет. О том, что исчезнут газеты, говорили еще в прошлом веке. Однако они до сих пор живут. О том, что не будет телевидения, тоже говорили в середине прошлого века. Однако оно тоже процветает. Вот. Но я что хочу сказать. Моя газета, это не только газета. Это компания, медиа-компания, которая занимается очень много и другими проектами. Разными. Если я буду о них рассказывать, не только ивенты. Не только ивенты. Хорошо. Буквально самые масштабные две, назовите, какие были проекты, которые Вечерка гордится. Ну, не только Вечерка гордится. Многие гордятся. Моим самым масштабным проектом, который мы делали в партнерстве с моим другом, это автопробег Дорога Единства. Дорога Единства? Да. Где делу, знаю, офигенность? Пять лет мы его проводили на уровне нашей страны. И сейчас намереваемся выйти за границу, потому что все, что было в стране, мы уже посмотрели. За пять лет? Да. Везде будет? Да. Первый год мы были на севере Сагдейской области. Второй год мы были на юге Хатлонской области. Третий год мы были РРП Доджер Гаталя. Четвертый год мы были на Памире. И пятый год мы все это завершили здесь, в Душамбе. Окей. А второй проект? Второй проект это мой благотворительный проект, праздник детства называется. Я вот уже провожу каждый год с детишками из интерната. Мы постоянно их вывозим оттуда и целый день дарим им праздник такой. Недавно у меня был проект по доверию населения к милиции. Я проводила большое исследование, доверяют ли люди милиции. И что получилось? Доверяют ли люди? Получилось, что 40% не доверяют. Хорошо. Один из случаев с милицией. Опять же, я нашел информацию про то, что в центре города влюбленная пара попадает под руки милиции и вы приходите на помощь. Буквально в двух словах можете рассказать об этом? Это не в центре города было, это было на территории нашего офиса. Я обычно поздно выхожу с работы, уже темнеет. Я выхожу и там стоит парочка молодых людей и к ним подходят два сотрудника милиции и начинают их немножко пугать. Я так рядышком встала, смотрю, Аня, а что вы тут стоите? Я говорю, а я смотрю, что вы делаете. Мы вот их за нарушение поймали. Какое? А они ночью гуляют. Я говорю, ну что? А нельзя? Я говорю, как нельзя? Кто сказал нельзя? Где это написано? Ну-ка покажите мне. И начала спорить с ними, пугаться. Они еле-еле меня выпроводили. И потом я мальчику, девочке говорю, так, пожалуйста, дайте мне свой телефон, чтобы я завтра позвонила вам, проверила, все ли с вами в порядке. То есть такого закона нет? Нет, конечно. Это, кстати, случилось тоже с моим сыном недавно, летом. Аналогично? Аналогично. И как вы можете это прокомментировать? То есть вы с ними сейчас проводите какую-то благотворительную акцию? Это не благотворительная. Это акция, не акция. Это проект был направлен на то, чтобы милиция больше взаимодействовала с народом в хорошем ключе, а не в плохом. И вот для того, чтобы показать, где у них проблемы, мы проводили вот это исследование. Вы спросили у них, почему вы так происходили? Или это не касалось дела? Касалось, конечно. Они, понимаете, они любое какое-то правило, они начинают его немножко переворачивать. Переворачивать? Да. Под себя? Под себя. Например, вот то, что гуляют парочки, они это как объясняют? И мы предотвращаем вот это вот преступление. Заранее. Да, заранее. Вот это вот их отговорка, она вот прям вот в точку бьет, понимаете? Смотря ваш инстаграм, я заметил, что вы очень часто выбираете в разных странах. А как часто, скажем, в течение года, сколько раз вы можете себе позволить поезжать за границей? Я не могу себе позволить. Вообще не можете? Могу, но не делают. Все мои поездки, они связаны с моей профессиональной деятельностью. Это поездки на различные конференции, форумы, конгрессы, журналистки. Это оплачивается? Да, это приглашающая сторона заботится об этом. Да? То есть вы ничего не платите, подарки привозите родным, близким? Чуть-чуть. Хорошо. Сколько вам это обходится? Подарки? Ну, в общем, вы вышли в город, вышли вопросом, поедите на форум, правильно? Ну, понимаете, смотря что покупать. Если я покупаю какие-нибудь хорошие вещи своим детям, то, соответственно, там другие какие-то расходы. А если чисто какие-то там безделушки, сувенирчики, там, друзьям, и вообще поменьше надо таких вещей привозить, потому что это все фигня на самом деле. Долларов сто может быть. В 2015 году в Москве вы получили за ваш фильм, правда, название я так и не нашел. Четкий памятник. Четкий памятник. Это ваш фильм. Это была идея моя снять фильм о нашем известном, всемирно известном композиторе Толюбхоне Шахиди. Режиссер фильма был Мехди Бимани. Главной ролью снимался Толюбхон Шахиди. В плане директора. Директор обычно бывает режиссер, нет? Ты ошибаюсь? Нет, я была автор идеи и директор фильма. Был объявлен конкурс на СНГ. Я представила этот фильм на конкурс. И заняла там почетное место. А где можно этот фильм смотреть? Чучу. В Ютубе есть? Да. А в вашей газете, в сайте есть рубрика «Спорт»? Новости иногда отпечатали. Иногда. Не постоянно. Не постоянно. Это опять же, ваше личное недолюбие к спорту или же так получается, что иногда выходит к любви к спорту? Нет, у меня просто места мало. А если я найду хорошего партнера, то у меня с собой. Партнера вы имеете в виду, чтобы за публикацию заплатили определенную сумму? Ну, нет, не за публикацию. Партнер страничка. У меня есть, например, партнер моей медицинской странички. Это клиника, шефо. Что они должны делать? Они должны выкупить рекламный пакет. Рекламный пакет. То есть, их реклама у меня под определенную тему. Сколько стоит рекламный пакет? Дешево. Я вообще... У меня такой демпинг страшный по сравнению с другими сними. Насколько я знаю, там по... Какой-то сантиметр? Вообще, в тажистской прессе сейчас один квадратный сантиметр оценивается от двух самоний до четырех самоний. У меня, наверное, в десять раз меньше. Почему? Ну, потому что рынок рекламный, он, так сказать, поделен. Конкуренция большая. И вы хотите отличаться этим от других? Ну, не отличаться за... Я хочу, чтобы хотя бы что-то зарабатывать. Понимаете? Мне не нужна дорогая реклама, которой нет. Пусть она будет дешевой, но она будет... Самое главное, хватает? Ну, как хватает? Ни одной газете сейчас не хватает. Любая газета, она выживает за счет другого какого-то бизнеса. У кого-то там ресторан, у кого-то еще что-то, у кого-то... А у вас? У меня проекты мои другие, побочные. Вы политик? Нет, я не политик. Понимаете, я предполагаю, что вы хотите спросить. Нет, я не хочу. Вы хотите сказать, что я депутат, и как это я не политик, если я депутат, да? Отчасти. Допустим. Вы не депутат? Я депутат. Но не политик. Но я не считаю, что депутатство, это вот такая большая политика. Понимаете, депутатство в городе нашем... Вы являетесь депутатом. Да, в городском совете народным депутатом, это просто общественная работа. Мы не пишем законов, как в Нижней Палате парламента делают профессиональные депутаты, да? Мы их не рассматриваем, мы их не одобряем, мы их не подписываем и так далее. Была такая, знаете, ирония судьбы интересная, почему меня приставили баллотироваться имени от того участка, не знаю, была случайность или как, но раньше я там жила. На Маяковском? Да. И знаю всех своих соседей, очень многих, да, и когда они узнали, что я буду у них баллотироваться, они так обрадовались и шли голосовать. То есть там очень много моих соратников было. Я вообще-то думал, что почему вас взяли в депутат, потому что у вас очень сильная журналистика, то, что у вас была база такая сильная. Да, да. Вы говорите, что за то, что вы жили... Нет, я говорю, почему я попала именно на тот участок, да. А предложили мне баллотироваться, депутаты, конечно, из моей позиции активной, журналистской позиции, потому что, как главный редактор газеты, я постоянно присутствовала на городских собраниях, совещаниях, и там вот сказывала какие-то идеи, предложения, жалобы от населения, и как-то пыталась какие-то проблемы решать, сидя там среди вот всех чиновников, всех официальных... Это было и до вечерки, и во время, ну, выборы-то наши были в 2015 году уже. То есть я уже с городом работаю, с администрацией города, ну, с моего назначения главным редактором «Вечернего Душанбэй» еще в 2006 году. Почему ушла? Почему ушла? Ну, у меня случился конфликт с моим работодателем. Я немножко, наверное, уже стала слишком дерзкой и перестала подчиняться в некоторых вопросах ему, и произошел... Вы были правы, но у вас... Ну, как сказать, по-своему я была права, может быть, а по его мнению я, может быть, была не права. У каждого ведь своя правда. Сейчас вы думаете то же самое, то есть вы были правы или... Ну, думаю, что да. Сейчас. Интернет. Сколько вашего времени, говорит Майк, в вашей жизни? Ой, много. Много? Да, к сожалению. У меня уже глаза болят. Надо с этим что-то делать. Потому что в интервью, когда вы говорили, опять же... Ну, так это было несколько лет назад, да. А сейчас-то вот... Сейчас, если даже наши двери скрипят, мы обращаемся в первую очередь туда. Вы понимаете? Ну, это своеобразная такая площадка для общения все-таки. Понимаете? Когда я создала свою газету, у меня не было еще сайта. Я начала ее продвигать через этот фейсбук. Чтобы мне продвигать ее, мне нужны были мои френды, ловеры, подписчики и так далее. Сейчас у меня сколько подписчиков? Сейчас у меня 10100 с чем-то подписчиков. Из них 5000 друзей. На страничке вечерки у меня 4000 подписчиков. В моей группе 12000 подписчиков. А посещение на сайте? Посещение, ну, у меня бывает до 400, до 500. По поводу звонков. 4 декабря 2014 года. Видео на YouTube, где вы говорите о том, на каком-то собрании, говорить о том, что не можете дозвониться, не дать людей, которые принимают какие-либо решения. Да. И из-за того, что они ушли на пятничную молитву. Да. И вы говорите о том, что были очень много нелепых комментариев. Нападок, комментариев, потому что, понимаете... Какие они были? Они были такого рода, что я против того, чтобы люди молились. Понимаете, вот так переворачивают у нас. Переворачивают кто? Фанатики, недруги, да, вот таким образом. Хотя я против этого ничего не имею. Вы можете молиться хоть вот 24 часа подряд. Мне как-то безразлично. Мне важно, чтобы человек, чиновник, который получает зарплату за счет налогоплательщиков, нас, которому дали должность, который занимает это кресло, чтобы он в рабочее время сидел и делал свою работу. А я начинаю видеть того человека, которого я хотел. Назовите, пожалуйста, три города, неважно, у нас в стране за рубежом, которые для вас очень имеют какие-то весомые значения. Санкт-Петербург, мой любимый город. Мне очень понравился Бюссель, там была несколько раз, и Тель-Авив. Сколько лет вы являетесь генеральным директором учебника? За 2011 год. И ни разу вы не уходили в отпуск? Нет. Теперь я понимаю, почему вы стали такой мягкой и... Устала, думаете? Я уверен, что вы устали, и вам можно безогрузительный директор. Да, 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 благо и бог. Скоро это произойдет, кстати. Когда? В феврале. Мне подарили тур. Опять подарили? Недавно вы сказали, что вам подарили карту на посвящение спортзала. Просто скажите, ваши отношения изменились после этого к фитнесу, к спорту, в общем, ко всему вы тоже. Понимаете, вот вы не поймете его. Понимаете? Я скажу, но вы мне не даете говорить. Я очень хорошо отношусь к спорту. В детстве я никогда не ходила на физкультуру. И в школе? В школе. Почему? Потому что у меня были все пятерки, и я золотую медаль тянула, а на физкультуре я не могла прыгать. У меня четверки были. И вам взяли справку? Да, и мама мне взяла справку освобождения. Вот. И, наверное, никогда не занимавшись спортом, это как-то сохранилось. Не было надобности, но по молодости не особо всем нужно. Это сейчас нужно. Я понимаю, что это нужно. Потом у меня постоянно какая-то такая вот натура у меня такая меланхолическая. Мне бы так полежать. Вот даже отдых на природе, да, меня как-то назвали топчанным туристом. Я записалась на йогу. Думаю, ну, немножко косточки размять-то как-то надо. Хоть растяжку какую-то там. я ходила полгода. В прошлом году пока не уехала наш тренер в отпуск. Потом она приехала и вот до Нового года мы сновы. Скажешь, тренер уходит. И... Недостаточно заработать. Ну, заработала нормально, у меня другие приоритеты пока. Как же сложно? Не сложно. С чем они хотя бы связаны? Построить дом? Да, да. Посадить дерево? Да, построить. Построить дом? Да, на берегу моря. Не наш. Чёрный. У нас нет моря? Можно по-другому Чёрное море? Вы там хотите построить? Ну, не построить, но купить домик. Ну, что, хорошая мечта? Пусть будет, да? Я не знаю, сколько стоит. Давно вы ездите в рюм? Четыре года. Вот вы мне не дали про йогу рассказать? Что-то вы прыгаете как-то? Потому что это неинтересно. Ну, ладно. Вот самые интересные вопросы вы на них не отвечаете. Вам подарили шесть и недели он начинает потом переживать, что там все убийства как-то у него дела на работе. Давайте напоследок у нас будет Блиц. То есть, я задаю вопрос, вы отвечаете быстро, но не обязательно так вот. Алла Пугачева и что? Вы что? Конечно, Алла Пугачева. Почему? Вы мне разрешите прочитать ее стих? Так посправим. Я судьба судьба не судьба не спускаться опасно, а вверх грехи не пускают. Я не боюсь быть убежденной в том, что убедить надо вас. Я не боюсь быть побежденной, мне страшно не победить вас. Время течет сквозь пальцы, как вода, из ниоткуда никуда. Вахдад или Петербург? Петербург. А вы откуда? Я из Вахдата. Очень приятно. Очень приятно. Почему? Что почему? Почему есть Вахдад? Потому что Вахдад это уже не тот Вахдад, в котором я родилась. Когда вы поняли, что вам не место в Вахдаде? Я как закончила школу, я туда сразу векула. И все, больше не вернулись? Ну почему? Надолго проживание? Нет, не вернулись. Круток или сбалансированная еда? Сбалансированная еда. Iron King. Вот так. Окей. Деньги или здоровье? Здоровье. Спорт или тусовка? И то, и другое. Ну ладно, тусовка. Это была Гульнура Мишоева, я Юг Горис Мобеков. Пока.